МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости дня в студии Татьяна Штылер. О главных событиях региона расскажем прямо сейчас. И вот некоторые темы выпуска. Через границу только с тестом на ковид. Казахстан ужесточает правила въезда в страну. 41 класс на карантине. Количество заболевших среди школьников растет. Очередной сбой в системе. В Оренбурге не работает отдел ГИБДД на транспортной. Почти 39 тысяч рублей. Оренбург оказался в середине рейтинга российских городов по уровню зарплат. Надежда выиграла трофей. Оренбургский баскетбольный клуб впервые в истории стал обладателем Кубка России. Осадки не за горами. Прогноз на неделю от оренбургских синоптиков. Казахстан ужесточил правила пропуска через границу в связи с ухудшением эпидобстановки. На территорию страны не пустят граждан России без теста на коронавирус. Для посещения соседнего государства необходимо предоставить справку с результатами анализа, который пройден не ранее, чем за 72 часа до момента пересечения государственной границы. Правила действуют в аэропортах, а также на автомобильных, железнодорожных и водных пунктах пропуска. 41 класс закрыт на карантин. Такие данные приводит Министерство образования области. Перешли на дистанционное обучение 10 классов в Оренбургском районе. В областном центре учатся на дому 6 коллективов. В Орске, Бузулуке, Абдуле на Саракташском районе по 4, в Ковандыке – 2. Специалисты напоминают о обязательном соблюдении всех санитарных норм. По статистике, почти 10% заболевших коронавирусной инфекцией – это несовершеннолетние. В Оренбургской области сохраняется непростая ситуация. Федеральный оперативный штаб сообщает о 117 новых диагнозов COVID-19. Всего с начала пандемии инфицировано 13 532 оренбуржца. Число летальных случаев не изменилось. Их по-прежнему 87. Из стационаров сегодня выписаны 156 человек. Всего с начала пандемии коронавирус победили почти 13 тысяч жителей области. А накануне в Оренбурге работал глава Минздрава России. Он осмотрел больницы областного центра. Михаил Мурашко побывал на стройплощадке будущей детской многопрофильной больницы и оценил новое терапевтическое отделение областной клинической больницы. Обо всем подробнее расскажет Наталья Мороз. Первая точка – областная детская клиническая больница. Как будет выглядеть метаучреждение, пока ясно можно представить только по эскизу входа на стройплощадку. Но масштаб уже впечатляет. Здесь будет консультативно-диагностический центр, рассчитан он на 400 посещений в смену, и стационар – на 430 коек. Закончить строительство должны в декабре 2020 года, а первых пациентов принять уже в 2023-м. Белые шары в небе – как символ начала новой страницы. Это уже первая областная клиническая больница. Обновленный четвертый терапевтический корпус после капитального ремонта готов к приему больных. Основной упор, который мы делали при капитальном ремонте, это создание комфортных и безопасных условий для пациентов. Ну и, конечно же, для сотрудников, которые будут работать в этом корпусе. Внутри нет запаха краски и навязчивого медицинского аромата. Заведующая пульмонологическим отделением Эльвира Макаева признается – все дело в системе вентиляции. Для больных бронхитом, астмой и различными патологиями легких особенно важно, каким воздухом будет дышать пациент. Идет двойная очистка воздуха. Вот вы можете увидеть, аэролайф у нас. Значит, идет сначала очистка пыли, затем очистка фильтром, затем идет очистка ультрафиолетом. Очистка практически 99% воздуха. Глава Минздрава России губернатор осматривает обновленные здания. Здесь четыре отделения – пульмонологическое, эндокринологическое, гастроэнтерологическое и нефрологическое. Рассчитаны они на плановых пациентов, в том числе и маломобильных. Федеральный министр говорит, сегодня большое внимание уделяется модернизации первичного звена. В Оренбурге новые стандарты планируется реализовать уже со следующего года. На следующий год в программе модернизации увеличивается количество посещений с профилактической целью. Нам очень важна ранняя диагностика, поскольку качество терапии в конечном итоге онкологических пациентов и пациентов с сердечными и сосудистыми заболеваниями и рядом других зависит в первую очередь от своевременной постановки диагноза, своевременной помощи. Также это сегодня относится и к пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Я удовлетворен, видимо. Безусловно, как мне показалось, что вот те вещи, связанные с удобством, комфортом, безопасностью, да, ну и, конечно же, внешнему виду, мне кажется, соответствуют абсолютно всем сегодняшним потребностям и стандартам, которые используются. В обновленном терапевтическом корпусе уже готовы принять первых пациентов, появятся которые здесь уже совсем скоро. Наталья Мороз, Георгий Брулутский. Новости дня. Регистрация автомобилей временно приостановлена. У здания ГИБДД на улице Транспортной уже собирается большая очередь. Желающих попасть внутрь, совершить заветную операцию с транспортным средством намного больше, чем сотрудники госавтоинспекции способны обслужить. Скопление людей начинается с раннего утра. К середине дня у входа в ГИБДД уже десятки человек. Столько машин в очереди на осмотр. Время записи, по словам жителей областного центра, особого значения не имеет. Те, кто должен был оформить свое авто еще утром, до сих пор на улице. Записан на 11 был. Да, время час. Стоим, ждем здесь. Все такие стоят. Это как получается, как и живая очередь, как и запись. Как-то все это все в одно сместили. И получился, ну, надеюсь, что исправят. На госуслугах я полтора недели ждал, чтобы сюда попасть. И еще здесь, получается, ждешь. Если ты не с Эренбурга и приезжаешь, ну, так много не накатаешься. Одной из причин скопления людей в региональном ГИБДД называют технический сбой. Когда его планируют устранить и сколько необходимо времени, чтобы поставить автомобиль на учет, расскажем в вечернем выпуске новостей. Сейчас материал готовится к эфиру. Это новости дня. Вот что будет во второй части программы. Почти 39 тысяч рублей. Оренбург оказался в середине рейтинга российских городов по уровню зарплат. Надежда выиграла трофей. Оренбургский баскетбольный клуб впервые в истории стал обладателем Кубка России. Осадки не за горами. Прогноз на неделю от оренбургских синоптиков. И к новостям экономики. Оренбург в середине рейтинга российских городов по уровню зарплат. Таковы результаты федерального исследования среди 100 крупных городов России. Эксперты сравнили средние зарплаты в крупных населенных пунктах и стоимость стандартного потребительского набора. В него вошли 109 товаров и услуг. Это продукты питания, одежда, промышленные товары, мебель, техника, расходы на транспорт и отдых, коммунальные и юридические финансовые услуги. А в расчет брали средние цены по регионам. В итоге Оренбург оказался на 42-м месте рейтинга регионов. Средняя зарплата, как почитали эксперты, в областном центре почти 39 тысяч рублей. Этих денег должно хватить больше, чем на два таких набора. На первом месте Москва, в тройке лидеров также Южно-Сахалинск и Салихард. Там заработки и траты не сильно уступают столичным. Доходы жителей позволяют приобрести почти 4 потребительских набора. Хуже всех ситуация в городе Шахты. Средние зарплаты в 28,5 тысяч рублей едва хватит на полтора таких набора. Далее о ситуации на валютном рынке. Данные Центробанка сейчас на вашем экране. Массовая драка, ДТП и несколько случаев мошенничества. За последние дни в Оренбургской области произошло сразу несколько крупных происшествий. О самых резонансных расскажем в следующем материале. Двое против всех. Поход в одно из развлекательных заведений Орска обернулся массовой дракой. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что толпа мужчин окружает двоих посетителей. После непродолжительной словесной перепалки в ход идут кулаки. Неизвестные набрасываются на своих оппонентов. Молодых людей бьют руками, ногами и даже предметами мебели. После драки Орчане спокойно расходятся. О состоянии потерпевших пока информации нет. В причинах случившегося сейчас разбираются правоохранительные органы. Житель Гая выполз с балкона второго этажа. По предварительной информации, 54-летний мужчина употреблял алкоголь. Чтобы остановить это, родственники Гайчанина закрыли его дома. Однако желание продолжить веселье взяло верх. Поход за горячительным через балкон завершился падением. Результат – несколько переломов. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. ДТП с участием несовершеннолетнего. В Оренбурге под колесами машины оказалась 9-летняя девочка. Полицейские сообщают, что авария произошла в районе поселка Пригородный. Ребенка с различными травмами госпитализировали в больницу. Правоохранители проводят проверку. Еще одно ДТП произошло на улице Авторемонтной. Водитель КамАЗа не справился с управлением и слетел с дороги. В результате большой груз протаранил бетонное ограждение кладбища. Несмотря на сильный удар, о пострадавших информации нет. Двое суток и почти 3 миллиона рублей. За выходные полиция региона зафиксировала сразу 20 фактов хищения денег. Мошенники действуют по отработанной схеме. Потерпевшим поступает телефонный звонок от якобы сотрудников банка. На уловки злоумышленников попалась жительница областного центра. Выполняя команды звонившего, она перевела 570 тысяч рублей. А пенсионерка из Орска лишилась 107 тысяч. По всем фактам хищения денег возбуждены уголовные дела по статьям кража и мошенничества. Вячеслав Кампо, Маргарита Бакирова, Новости дня. Дистанция власти, айсберг культуры, тайна имени. Новые понятия, которые так важны не только в межличностной коммуникации, но и способствуют формированию культуры межнационального общения. Как познать мир другого народа через имя или семейные традиции? Об этом и не только. Слушатели школы межэтнической журналистики, действуют которые на базе ОРТ, рассказали на очередном занятии этнопсихологи Оренбужьей Москвы. Чем меньше численность народа, тем сильнее тяга сохранить свою специфичность, самобытность и независимость. Культура – то, что отличает каждого из нас, и то, что может объединять. Доцент кафедры этнопсихологии Московского государственного психолого-педагогического университета Ольга Павлова по видеосвязи рассказывает о знаменитой метафоре айсберг культуры. Познавая другие этносы, всегда нужно учитывать внешние надводные понятия и внутренние скрытые проявления культуры. Чтобы не спровоцировать межнациональный конфликт, журналисту важно в своих суждениях и материалах быть безоценочным. Журналист, безусловно, я считаю, что может повлиять на межнациональный конфликт, во-первых, спровоцировав его. Одно неправильное слово, неправильная подача материала, однобокое освещение проблемы, соответственно, может спровоцировать негативный отзыв в обществе среди того или иного народа. О конфликтах надо говорить, замалчивать никак это нельзя, потому что тогда будут распространяться всякие доводы, слухи, и это будет еще хуже. А это уже лекция вживую от оренбургского этнопсихолога Лилии Абубакировой. О тайне имени она знает практически все. Ритуалы, именно речения в каждом народе свои. Но в повседневной жизни мы мало задумываемся о сакральности, которая скрыта в каждом имени. Новые понятия и знания, которые помогают не только правильно писать на межнациональные темы, но и не допускать ошибок в общении с представителями другого этноса. Это и многое другое будут познавать ученики первой в области школы межэтнической журналистики на протяжении двух с половиной месяцев. Этот уникальный проект стартовал в России еще четыре года назад. В 2019-м благодаря ОРТ впервые к нему присоединилась и Оренбуржья. Далее в программе новости спорта. Оренбургский баскетбольный клуб «Надежда» впервые в своей истории выигрывает Кубок России. Я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Юденичу. Спасибо, Татьяна. Кубок страны никак не давался надежде. Практически ежегодно, выходя в финал четырех, Оренбургский клуб занимал любые места, кроме первого. И вот, наконец, цель достигнута. На пути к финалу «Надежда» и действующий обладатель трофея «Курская Динамо» выступают похоже. Легко выиграв групповой этап, в полуфинале сталкиваются с ожесточенным сопротивлением оппонентов. Соответственно, Спарты и МБА. Но все-таки справляются с трудностями. Главный матч проходит в СКК Оренбуржья. Это, конечно, большое подспорье для «Надежды». В свою очередь, на стороне «Динамо» победный опыт. Курянки выигрывают четыре из шести последних финалов Кубка. И у них теперь играет долгое время выступавший за «Надежду» Майга. «Динамовки» начинают лихо, с двух результативных атак. Однако хозяйки предельно концентрированы. Они перехватывают инициативу и к концу первой четверти ведут плюс семь. Нашим удается не элитерализовать лидера гостей Мусину. Во второй десятиминутке после удачных действий Медведевой Оренбуржья таки отрываются в счете на 13 очков. Но курянки мобилизуются и к большому перерыву сокращают разрыв до пяти. Обе команды играют от обороны. Приходится делать ставку на дальние броски. А вот они-то категорически не идут. У «Динамов» всего два точных в двадцати трех попытках. У нас четыре из двадцати одной. Не особо задаются и средние броски. Поэтому игра получается малорезультативной, нервной, тяжелой. Очень много борьбы. В заключительном игровом отрезке «Надежда» действует более хладнокровно, атакует точнее, и отрыв растет. Плюс семь, плюс десять, плюс двенадцать. «Динамовки» набирают всего шесть очков против наших тринадцати. На последней минуте борьба прекращается. Гости сдаются, а хозяйки начинают праздновать. Финальная «Сирена» фиксирует счет 54-40 в нашу пользу. Радости оренбургских баскетболисток и болельщиков на трибунах нет предела. Честно сказать, я настолько переполнен эмоциями, что мне тяжело будет сейчас подобрать правильные слова. Но я, безусловно, рад и поздравляю всю команду, потому что мы сделали великую командную работу. Я не хочу разбирать каждого игрока в отдельности, потому что это действительно великая победа. Самым ценным игроком всего турнира признается форвард «Надежда» и сборной России Анастасия Шилова. В этом матче она набирает 12 очков. Под счетами доминирует Ксения Тихоненко, собравшая 16 подборов. В составе «Динамо» самой результативной становится 15-летняя Анастасия Олай-Рикосу, всего с 9 очками. Статистика далека от рекордной. Тут главное – результат. Намного не получилось, но это вообще не важно. Главное, что мы выиграли, мы взяли долгожданный этот кубок. Я здесь уже шестой год, и каждый год мы за него боролись. И в этом году это получилось. Это безумная радость, честно. Спасибо всем болельщикам, спасибо всем вообще, кто за нас болеет. Нам очень важна ваша поддержка. Спасибо огромное. Надежда восходит на вершину. Первый трофей сезона поднимает капитан Ксения Тихоненко. Прошлой весной Надежда выиграла второй по значимости в старом свете клубный кубок Европы. Теперь в коллекцию Оренбургского клуба добавляется и кубок России. А праздновать-то и некогда. Уже сегодня наша команда отправилась в дорогу. Начинается новый чемпионат России в премьер-лиге. В среду Надежда сыграет в гостях с Ногинским «Спартаком». Татьяна. Спасибо, Анатолий. Еще больше спортивных новостей в наших следующих выпусках. На этом пока все о развитии событий в наших следующих выпусках. Эту и другие программы вы можете найти на сайте media56.ru, а также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин